Партнер проекта Пермская Федерация Йоги Я продолжаю свой рассказ о сборной краев по физической культуре и спорту. Почти две недели назад они начали свою подготовку в Всероссийской Олимпиаде. Меня заинтересовала методика их тренировок. Они использовали когда-то знакомые всем нормы ГТО. Что из этого вышло и можно ли за 10 дней стать универсальными спортсменами? Смотрим. Десятый день в тренировочном лагере сборной. Выездная тренировка в спортивном зале педуниверситета. Каждый день начинается с 10-минутного кросса. К настоящему моменту ноги у меня уже не двигаются, бежать трудно. А сборная в очередной раз укладывается в норматив ГТО. Эта практика пригодится на Всероссийском этапе Олимпиады по физкультуре, к которой они готовятся при поддержке Министерства образования Пермского края. Практическая часть, она проходит по базовым видам школьной программы. Это легкая атлетика, спортивная гимнастика, спортивные игры, как баскетбол, волейбол, футбол. Игровые виды спорта мы уже снимали, да и сами ребята с ними справлялись легко с самого начала. А вот с гимнастикой не ладилось. В школьной программе ей мало уделяют внимания, хотя еще каких-то 20 лет назад умение правильно сделать кувырок вперед, стоять ласточкой и на руках было обязанностью каждого, кто хотел получить заветный значок ГТО. Сейчас эти умения актуальны как никогда, рассуждает тренер Наталья Пермякова. Нормативы ГТО дадут возможность выявить учеников и их физическую подготовленность для выступления или для подготовки именно к Олимпиаде по физической культуре. Будет как бы толчок, толчок для занятий физической культурой и спортом. За 10 дней им удалось подтянуть свои практические умения практически до уровня гроссмейстеров. Ни за что не поверил бы, что эти четверо никогда не занимались гимнастикой. Вот хорошо, Сереж. Но одно дело отточить механику действий до автоматизма, а другое понять, зачем и для чего это нужно. Понятно, что в 30-е годы прошлого века это было в первую очередь частью патриотического воспитания. Сейчас, когда быть готовым к труду и обороне против вероятного противника нужды нет, нормы ГТО могут стать механизмом для всеобщего оздоровления нации. Для того, чтобы сдать нормы ГТО, нужно для этого подготовить. Подготовить детей именно не только физически, но и морально. Объяснить им вообще для чего нужны эти нормативы, для чего они нужны. Или это мы чисто делаем для галочки, или это действительно повлияет нам на дальнейшую нашу судьбу. То есть ведь не все могут стать олимпийскими чемпионами, но я думаю, что вот этот комплекс ГТО открывает дорогу для людей, чтобы они вели здоровый образ жизни, чтобы они занимались спортом. Кстати, заниматься спортом сейчас выгодно. Современные отличники ГТО будут получать дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. По-моему, неплохая мотивация для абитуриентов. А работодателей могут обязать доплачивать отличникам ГТО за их заслуги. Поэтому не вижу никаких причин откладывать начало новой спортивной жизни на завтра. Ведь можно попытаться что-то сделать уже сегодня. Ну если в том, что не стал успешным спортсменом, можно винить в том числе и генетику, мол, не каждому дано, то вот чувство ритма должно быть заложено в каждом самого рождения. Посудите сами, сердце бьется в ритм, ходим тоже на раз-два левой. Однако танцы не каждому покоряются. Может быть, дело в зажиме, особенно у мужчин. Так не проблема, знаю я мужские танцы. Капуэра. Бразильское боевое искусство. Капуэра, которое в самом начале прародители стиля, пленные рабы, прятали в движениях танца. Обучиться такому танцу не зазорно, мужики не засмеют. Сегодня я возьму урок у руководителя студии Капуэра Михаила Сизихина. Я в Латинской Америке, в Африканской Латинской Америке встретился с парнями, так скажем, в подворотне. Решили они мне предложить что-то изобразить. Есть буквально какие-то азы. Можешь мне показать Капуэра? Конечно. Если это мои друзья, то мы без проблем с ними сладим. Например, вот таким движением. Это базовое движение, называется джинга. Это базовый шаг Капуэрик. Базовый шаг освоить проще простого. Разумеется, выглядит он поначалу коряво. Зато можно смело сказать, что владеешь мастерством Капуэра. Мы делаем Капуэру под музыку, поэтому здесь постоянно ритм присутствует сюда. И очень важная черта джинги, вообще все техники Капуэра – это улыбка. У тебя очень хорошо получается? Ну, это просто... Отшутиться, конечно, можно. Это первая реакция для любого мужчины, который начинает заниматься танцами. Но ведь это Капуэра, в том числе и боевое искусство с ударами, чаще всего ногами. Капуэр – это не балет. В балете у нас носочки тянутся, да. В Капуэре мы, наоборот, бьем внутренней стороной стопы или внешней. Учим один из простейших ударов. На языке оригинала звучит как «ме-луа-френчи» – полумесяц спереди. Сейчас поймете, почему так называется. Мне не хватает растяжки. Это факт. Танцоры-бойцы Капуэра растянуты изрядно. Но, тем не менее, после небольшого вводного курса я требую провести экзамен. Я попытаюсь поймать этот момент, когда ты наносишь удар. Хорошо. Если я плохой ученик, вы меня здесь оставите. Давай, давай. Только не слишком быстро. Ты тоже правый. Вот. Молодец. Это была моя первая, пусть и учебная, схватка Капуэра. Будет, что рассказать внукам. А этим мастерам будет, что показать. Вот, как выглядит боевое Капуэра в действии. Не надо жестеть. Сейчас, хорошо. Технично, спокойно. На паркет друг против друга выходят мужчины и девушки. Что ж, такое выяснение отношений мне по душе. Все же выглядит более гуманным, нежели знаменитая сцена битвы супругов из фильма «Мистера и Миссис Смит». Поэтому официально заявляю, что если у вас есть с женой пара нелишенных вопросов личного плана, смело идите решать их на паркет. На самом деле в Капуэре очень часто так бывает, что ты приходишь и позанимаешься, все проблемы просто сами решаются собой. И зачастую очень многие даже приобретают что-то там, семью, просто приходя общаются и встречаются, ну и вообще просто друзей приобретают. И это самое важное, мне кажется, в любом виде активности, чтобы люди находили что-то общее. Ну не боевик, конечно, вышел из предыдущего сюжета, однако надеюсь, что и не совсем комедия. А вот если бы про йогу снимали фильмы, то это были бы мистические триллеры, по крайней мере. И я так чувствую, потому что каждый раз, когда слежу за действием мастеров, холодок по спине пробегает. И дар речи пропадает. Смотрите сами. Этот сюжет я бы хотел оставить без комментариев. Только так, на мой взгляд, можно проникнуться йогой. Умолкаю. Слово мастерам. Есть такое состояние, человек входит в асану, как бы полностью от решения. Асана считается законченной, когда она делается три часа. Ну это вообще реально? Реально. Что же ты делаешь? Реально. Я лично нет. Но три с половиной часа я был в практике непрекращающей. Но это было что-то безумное. Там действительно отключается все. Все мысли о чем-то постороннем. Ты ни о чем не думаешь. Даже не думаешь о том, что ты делаешь. Ты просто делаешь. Асана считается завершенной, когда делается три часа сорок восемь. Но это уже состояние самати. Ты входишь в состояние самати. Ты как бы выходишь за предел сознания. Твое тело окаменеет просто. Оно просто окаменеет, и ты находишься в этом состоянии. Потом ты выходишь из этого состояния, ты просто выходишь, возвращаешься в этот мир. Но ты отключаешься, как будто спишь, вас о них засыпаешь. Здесь ты полностью выходишь за пределы тела и даже не наблюдаешь за своим телом, ты просто находишься, скажем, в другом месте. Считается, что эти все знания пришли от славян. И как бы вологические знания, волхвы тогда передавали знания своим ученикам. Это были очень мощные знания, сильные. И в принципе, как и говорили, Бог един, независимо ни от чего. А какие пророки его принесли? Также и с йогой к успеху в этом деле каждый идет своим путем. Единого рецепта нет, поэтому выбирайте проводника себе по душе и в путь. Железные доводы Сергея Долгих я всегда смотрю по двум причинам. Во-первых, для меня это всегда заряд хорошей жизненной и спортивной мотивации. Во-вторых, все там по делу сказано, ни слова лишнего. Смотрите сами. Субтитры сделал DimaTorzok 13 ноября 1938 года спорткомитет СССР издал указ о внесении нового вида боевых искусств в разряд национальных видов спорта. Основанием этой дисциплины служил комплекс приемов, отобранный из различных видов боевых искусств разных народов мира. Это не просто спорт. Это система гармоничного воспитания личности, гражданственности и патриотизма. Она формирует людей, способных постоять за себя, за свою семью, за Родину. Все это носит короткое название самбо. И сегодня мы начинаем цикл программ, обучающим его приемам. Хочу представить заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы, чемпион мира Александр Паньков. И его брат Михаил Паньков. Мастер спорта международного класса, чемпион Европы и чемпион мира по боевому самбо. Здравствуйте. Бросок. Передняя подсечка. Берем захват. Одной рукой под локоточком. Правой за ворот. Правой ногой уходим с линии. Левую ножку тянем носочек, разворачиваем стопу. Руками в это время скручиваем. Пошла нога. Вторая нога. И руками скручиваем. Передняя подсечка. Второй бросочек. Плечи со стойки. Левой рукой берем за ворот сверху. Правой рукой контролируем руку суперника. Держим ее внизу. Правой ножкой подшагиваем к его правой ноге. Разворачиваем стопу. Левой своей ногой подшагиваем. Ручка под мышку. Словно разворачиваем сторону броска. И бросаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Миша. В следующих программах мы продолжим мастер-классы с ведущими спортсменами нашего края. Смотрите «Железные доводы». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все на сегодня. Это было дополнительное время. Увидимся ровно через неделю. Удачи в делах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова